здравствуйте я очень рад потому что мы увиделись да я тоже у нас учиться в десятом классе до с учебой все обстоит в принципе хорошо ну конечно есть трудности думаю как у всех вот в английском языке например не очень его понимаю никогда в нем так это не разбиралась вот но если трудиться то в принципе все хорошо все получается вот я почему стала расспрашивать потому что мы с тобой собрались для того чтобы как-то помочь тебе сориентироваться и выбрать темы индивидуального образовательного проекта да вот смотри сейчас я тогда включу демонстрацию экрана вот так вот и вот так вот экран видно на экране часто грузится так вот это значит у нас мой профиль как специалиста а это у нас что загрузится вон это список специалистов на первом месте стоя потом стоит анатолий и котунин те которые активные тут можно переходить по ссылкам понятно у меня есть да эта ссылка я уже смотрела ну и ты вот посмотрела профили вот этих людей кроме меня которые здесь активно вообще я прямо чтобы ознакомиться только с вашим ознакомилась ну давай вот смотри я тут мало кого знаю так чтобы сказать кто это такой вот такая зайцева не знаешь ну давай мы вот так сделаем и мы посмотрим ну кстати должен сказать что вот это оглавление его делает иван орехи ну чтоб ты была в теме понимаешь вот а сами самими вот этими профилями вот которые сейчас открываются антон да занимается этими профилями занимается антон поняла ну тут наверно фотка сейчас загрузится кто она такая год рождения такой-то читай да? ты вслух читай пожалуйста Увлекаюсь психологией, люблю читать и прогулки. Ой, тут что-то вылезло. Ну, читай дальше, ладно. Люблю читать и прогулки по... что-то там всего люблю. Очень люблю общаться с людьми с годами, удивлением, поняла. Человек — это действительно маленькая вселенная, а подростки и дети — еще и формирующаяся вселенная. Оттого вдвойне интересней. Еще очень люблю лето, наверное, как почти все люди. Умения, которые могут быть полезны при работе над проектом, могу помочь найти интересную тему индивидуального проекта, разработать план его реализации, оформить паспорт и сделать шеки по реализации проекта. Так, специализация тут. Ну, что там дальше? Специализация. По основной специальности врач-биофизик. Работала несколько лет врачом клинической лабораторной диагностики. Затем переучилась на педагога и два года работала в школе педагогом, организатором и немножко учителем русского языка и литературы. Сейчас активно развиваюсь в области веб-дизайна. Ну, смотри, как ты думаешь, стоит ли тебе с ней встретиться? Мне кажется, что да. Потому что я вот прочитала, что увлекалась психологией. Вот, мне это тоже достаточно интересно. Вот, хорошо. Вот, значит, мы, значит, зайца вы посмотрели. Рыбка Антона, он депутат горсовета. Вот. Мы с ним договаривались встретиться. Значит, вот. Понятно, да? Да. Ну, давай вот посмотрим. И с ним тоже можно встретиться, я понимаю, что, и поговорить. А что, какой бы предложили проект там, да? Угу. Вот. Ну, кстати, вот с ним должен встречаться Антон, потому что, ну, у Антона тема гражданское общество. Ну да, я знаю. Вот. Ну, сейчас будем знакомиться со следующим человеком. Так. Так. Ну, читаешь? Угу. Слух? Ну, тут, я не знаю, что-то важное такое говори, просто, а то вслух-то читаешь. Так. Ну вот, на данный момент реализуют две дополнительные программы. Социальное проектирование Академии Успеха и конструеры вместе с Кубаром. Так. В 21-м году был написан первый лично-социальный проект, который получил грантовую поддержку фонда президентских грантов. Так. Учит ребят делать это. И первое достижение. В прошлом учебном году написали заявку ВХЗ и получили средства на реализацию проекта. Угу. Так, специализация образования высшая. Сибирский ветеральный университет. По специальности профессиональное обучение. Дизайн с квалификацией педагог профессионального обучения. Ну вот, Маляна, и тут есть все средства с связью. Понравится? Вот. Ну, значит, смотри. Мое предложение такое. К тебе. Вот такая прям работа-работа, да? С каждым вот с тем, кто здесь встретится, и сделать видеозапись вот такую, как у нас сейчас. Угу. И выложить ее в общую группу, это всем будет полезно, правда? Да. Вот. Значит, ну для того, чтобы делать запись, нужно, соответственно, вот сидеть у компьютера, включать запись, понимаешь, да? Да. Как-то это все, чтобы в тишине было, ну, понимаешь. Ну, это селена-васелены, да, я считаю. Нет, смотри. А может быть, вы же в одном городе находитесь? Угу. Значит, может быть, встретиться лично и тогда поставить видеокамеру и просто сесть около стола. Понимаешь? Ну, да, да. Очень советую, если будешь так делать, то садиться обязательно через уголок стола. Угу. Самая удобная позиция для общения, а с другой стороны для съемки тоже очень хорошо. Поставили под 45 градусов камеру, обоих видно, правда? Угу. И все, и снимаете, и готово дело. А вот связаться со всеми или которые только с синеньким таким выделены? Смотри. Значит, сейчас можно уже со всеми. Вот с синенькими, да? Угу. А есть вторая часть работы, которую Антон не делает. И вот здесь у меня к тебе вопрос. Значит, надо каждого этого человека найти и с него стребовать. Вот, например, я точно знаю, что Катунин, вот он здесь после меня идет, видишь? Угу. Я его лично знаю, вот. Ну, в смысле, дистанционно, но мы с ним много чего делали. Вот. Он же в Новосибирске живет. Значит, он прислал свой профиль. Понимаешь, да? Угу. Значит, либо Антон этот профиль не послал, ну, в смысле, ссылку на него. Антон как делает? Он выкладывает в Google, да? Угу. А Ивану дает ссылку. Чтоб Иван вот сюда просто ссылку вставил. Понятно? Угу. Поэтому нужно, ну, как помочь Антону, чтобы он это сделал. Угу. И сказать, где вот этот вставил, дай мне ссылку, я пошлю Ивану, да? А вот остальные все черненькие, с них надо еще получить этот профиль. Угу. Я не знаю, этот профиль уже есть в школе? Есть ли он у Антона, понимаешь? У Антона спросите, в общем. Нет, ну, мне-то он сказал, что... Я говорю, Антон, а почему тут много черненьких? Угу. То есть ссылки нет. Он говорит, а нету профилей. Все какие профили у меня были, я их все сюда вот... Все синенькие, да, говорят? Да, да, но я точно знаю, что в Катунинске профиль есть. Понимаешь? Так, сейчас запишу. Поэтому вот такая работа, да? Угу. И в этом смысле я бы предложил тебе тему твоего проекта. Значит, сейчас я выключу демонстрацию, ладно? Угу. А можно вот так сделать, тогда будет вот такая запишка. Вот. Значит, смотри. Вот в связи с этим у нас есть вот взаимодействие специалистов с учениками, да? Угу. И здесь, ну вот, во-первых, много работы, нужно со всеми этими специалистами повстречаться. Тебе лично, чтобы вот определиться с темой твоего проекта, да? Угу. От меня лично я тебе вот даю предложение сейчас проект назвать, сейчас я подумаю примерно как, это вот, чтобы вот взаимодействие вот этих специалистов организовать с учениками. Понимаешь? Угу. То есть ученики варятся в собственном соку. Они вот не ходили в это оглавление, они не читали эти профили, понимаешь? Ну, конечно. Вот. Значит. Ну, вот. Ну, например, я вот скажу так. Смотри, вот сейчас ученики учатся в девятом классе. Ну, как другие. Угу. Они вот ваше это открытое пространство, ну, из редка, может, кто-нибудь там один-два приходит, да? Ну, им это сложно, потому что у них же уроки, правильно? Ну, да. Вот. Поэтому, например, у них есть классный час. Можно этот классный час использовать, причем регулярно, не один какой-то классный час, а много классных. Угу. Вы говорите с классным руководителем, у вас в девятых два класса? Да. Вот. Значит, может быть, их собрать вместе, чтобы не, ну, и когда-нибудь в свое время, да? И прямо на экран выводить вот профиль специалиста, понимаешь, да? Угу. Вот. Или показывать им заранее твою встречу с этим специалистом и говорить, вот весь класс должен заранее посмотреть, а потом проводим классный час, понятно? Угу. Вот. Почему надо делать это с девятыми классами? А вы уже с десятыми, уже поздно. Ну, да. Уже год идет, уже почти все там, ну, многие, я знаю, уже сделали, выбрали себе тему, уже работают по ней, правильно? Да. А девятиклассникам, у них есть сейчас время, чтобы сориентироваться. И когда они в мае месяце закончат девятый класс, у них уже все будет на ходу, понимаешь? Угу. Они с первого сентября или даже летом могут начать работать по проекту, верно? Да. Вот. Ну, вот. Ну, и как это можно назвать вот эту работу? То есть, фактически... Ну, помощь. Нет, смотри, это организация по индивидуальным образовательным проектам. Именно ударение на слово организация. Понятно, да? Угу. Да, много входит компонент. И со специалистами поработать, и профили от них взять, и Ивану ссылки дать, чтобы оглавление рабочее было, понимаешь? Угу. Вот. Кроме того, здесь еще вот какое. Смотри, например, вот ты сейчас будешь делать этот проект, предположим, да? Ты проведешь какую-то работу со специалистами, встретишься, это много надо времени, да? Это не за один день делается. Конечно. Вот. Ну, хорошо, если бы за ноябрь-то это проделала, да? Там, типа, вот, с каждым там договаривались на какой-то день, и расписание составила, и пошла по ним ходить, да? Вот. Потом, соответственно, вот проводить классные часы в девятых классах, да? Ну, информировать десятиклассников, может, кто-то передумал, может, тема им не нравится, и так далее. Может быть, в десятом классе такой классный час, ну, такой быстрый и обзорный, да? Ну, вот типа нашего сейчас с тобой разговора. А дальше начинается, человек делает, вот, например, ты делаешь вот эту тему, как свой индивидуальный проект. Ты заканчиваешь десятый класс, и что с этим проектом будет? А все, никто дальше заниматься им не будет, правда? То есть наставника? А? То есть наставника можно найти, допустим? Не, не наставника, а наследника. Ну да, который будет продолжать. Да, вот, смотри, то есть ты можешь что сделать? Ты можешь из девятиклассников подобрать тех, кому это интересно. Вот, может быть, да, сначала будет спросить у них вообще, кто, в принципе, планирует в десятый класс идти, и вот для тех, кто пойдет в десятый класс, вот, для них как раз и сделать это. Нет, вот классный час надо делать для всех, понимаешь, да, потому что им же после девятого надо тоже ориентироваться куда-то, правильно? Вот, ну, у них мир расширится, потому что они узнают, что вот есть специалист про это, вот есть специалист про это. Вот есть какая-то тетенька, которая училась там на дизайнера, а работает психологом, понимаешь? Вот эта тетенька, она на врача училась, а сейчас она специализируется на веб-дизайне, нормально, да? Ну, да. Вот, понимаешь, да? Да. То есть тебе нужно сделать целую команду, которая у тебя, в девятом классе, которая у тебя примет эстафетную палочку весной следующего года, правильно? Да. Ну, вот такой проект, организация вот этой работы, то есть постановка ее, то есть смотри, у тебя продукт получается, не что-то там на бумажке написанное, понимаешь? А самое важное, вот этот продукт, это люди, которые, ну, что-то поняли, что-то сделали, а как-то организовались, понимаешь? Да. Фактически, вот эта группа, это будет часть группы управления учебным процессом, вот той самой, о которой мы с тобой до этого говорили, правильно? То есть группа управления учебным процессом, она занимается многими аспектами учебного процесса. Индивидуальный образовательный проект – это часть учебного процесса, верно? Да. Вот. Соответственно, вот эту часть работы организовать и поставить ее на такой лад, чтобы там все крутилось, вертелось, и все были в курсе, и все работало, понимаешь, да? Кроме того, там есть еще одна часть работы, чрезвычайно интересная. Вот смотри, я же не живу в Зеленогорске, правда? Да. Вот. Значит, можно привлекать специалистов. И Катунин не живет в Зеленогорске, правда? Угу. Соответственно, можно привлекать специалистов любых. Ну да. Вообще, хоть откуда. Лишь бы говорил по-русски, правда? Ну да. Вот. Это вот. Есть еще одна часть работы. Ты даже не представляешь, какая. Вот у нас среди этих вот наставников есть Марк, который учится в университете. Угу. Он в прошлом году закончил школу. Он уже год отучился, понятно, да? Вот. В университете отучился. Вот. Поэтому вот, понимаешь, вот выпускники, которые сейчас в одиннадцатом классе, они же пойдут все учиться. Угу. Значит, их нужно тоже всех поставить на учет и сказать, ребята, вы что думаете? Вы это, отзвенел последний звонок и школа, до свидания? Это вы очень сильно ошибаетесь. У нас в школе 161-й не так. Понимаешь, куда я клоню? Угу. А ну скажи мне, куда я клоню-то? Вот я хотел... То есть, чтобы они тоже не это, не отставали? То есть, они, возможно, станут тоже специалистами? Вы про это? Ну да, конечно. И потом, смотри, они пойдут в какие-то университеты учить. Угу. Ну то есть, чтобы потом тоже давать знания, как вот нам, например, Марк, мы с ним встречались, он там рассказывал про сам университет, про ЕГЭ, про поступление. Угу. Ну вот. То есть, вот у меня дочка, когда она поступала в университет, но тогда еще не было интернета, это давно было, в Советском Союзе еще было, она пришла со справочником, книга такая толстая, всех вузов СССР, понятно? Угу. Она пришла и говорит, вот, папа, я все вузы вычеркнула, осталось три штуки. Ну, в смысле, она выбор сделала, что вот, один из этих трех, понятно? Вот что ты мне посоветуй? Ну, я посмотрел там, какие остались, ну, я даже не вникал. Я говорю, вот тебе денежка, садись в поезд и езжай туда и иди в общежитие. И этого, ну, института, понятно? Угу. И там найди вот этих людей, которые уже заканчивают этот институт. И с ними поговори. И ты сразу сделаешь выбор. И все. Понимаешь, как я сделал? Угу. И она поехала и сделала выбор. Знаешь, как она его сделала? Как? Она сказала, во всех, из трех институтов, в двух, в общежитиях, ни в одной двери, ни один замок не закрывает. Закрыть нельзя, все расхлистанно, все разбито, все ужасно. А вот в этом институте, с замками все хорошо, на кухне чисто. Понятно, да? Да. Вот я его и выбрала. Вот такой выбор делают дети. Понятно? Угу. Это Петербургский институт киноинженеров. Поэтому люди, которые поступят в какие-то институты, и там потом будут ваши выпускники, они должны все время оставаться на связи. Угу. Минуточку. А когда они закончат университет, они начнут где-то работать. Понятно? А потом они станут богатыми людьми. А потом ты им скажешь, ребята, а как насчет того, чтобы в наш фонд поощрения, ну, выдающихся учеников и учителей нашей школы, переводить денежку? Понятно, да? Ну, понятно. Вот. Ведь смотри, ведь есть уже много учеников, которые давно закончили школу номер 161. Угу. Вот. А среди них есть такие, которые уже сейчас могут переводить денег? Ой, не знаю. Это надо подумать. Да чисто статистически. Конечно, есть. Конечно, есть, да. Это понятно. Понятно, да? А знаешь, на что надо в первую очередь денежку? На что? Ну, как ты думаешь? Вот на что надо денежку? В школе именно? Ну, да. Вот есть фонд. Смотри, директор не может там взять и поощрить, кого попало. У нее есть ограничения. Вот это можно, это нельзя. На зарплату она может. Премию там ей дают, она премию дает. Понятно? А кому попало дать денежку, она не имеет права. Поэтому нужно создавать отдельный фонд свободный, да? Угу. Ну, и вот как ты думаешь, кого можно поощрить вот в денежке прямо всего? Ну, учеников, я думаю, которые успешно, может быть, живут уже или учатся, хорошо заканчивают. Ну, вот, давайте мы этот вопрос. Я не буду мой ответ давать. Угу. То есть подумать надо. Да, вот, ну, у нас же мы в тренде беседуем, правильно? Угу. Вот. Поэтому, товарищ третий, ты тоже подумай. Вот. Ну, кто нас смотреть будет, правильно? Угу. У нас сколько минут осталось, Катя? У нас осталось две минуты. У-у-у, так мы уже завершаемся, да? Ну вот, поэтому вот смотри, значит, ты, конечно, с этими специалистами будешь встречаться. Угу. Ты будешь там, у тебя мир будет сильно расширяться. Ну, да. Вот. Вот. И вдруг ты там передумаешь, и какой-то тема тебя очень сильно заинтересует, да? Ну, да. И ты туда, и ты туда, и тогда вот то, что мы с тобой сейчас обсуждаем, ты просто бросишь, и тогда некому этим будет заниматься. Угу. Понятно, да? И тогда я буду снова искать человека, который сможет и захочет этим заниматься. Вот. Ну, давай теперь твой итог нашего разговора. Ну, я могу сказать, что... Ой, у меня уже столько много мыслей появилось по всем этим реализациям. Но это, на самом деле, очень хорошая, такая хорошая мысль по поводу именно организации вот этой проектной деятельности. Потому что это, я считаю, очень глобально. Прям очень. То есть, и этот проект будет... Вот общественная значимость, я думаю, будет максимально высокая. Потому что это очень важная тема, и об этом нужно разговаривать, я считаю. Ну, да, и можно сказать, привет, сейчас передадим Антону, сказать, Антон, вот это и есть гражданское общество, правда? Да, привет, Антон, это и есть гражданское общество. Да, а это самое... У нас же у него как тема называется? Группа управления учебным процессом как модель гражданского общества. Угу. Понимаешь, да? То есть, вот ваша группа управления учебным процессом, это и есть вот та группа активных людей, которые, собственно, и делают, и сами являются этим обществом граждан. Угу. А все, кто в группе в этой не участвует, это как эти люди называются? Как они называются? Ну, как они называются? Ну, не знаю. Они называются «электорат». А-а-а. Вы слышали такое слово? Да. Ну, еще есть более плохое слово, называется «плебс». Нет, я такое не слышала. Ну, «плебс» — это английское слово. Понятно, да? Угу. Вот. Или просто «народ». Или еще «толпа» называется. Понятно, да? Да. Вот. Ну вот. Значит, мне нужно, знаешь, кого еще найти? Мне нужно человека, который возьмет себе проект «Организация группы по иностранному языку». По иностранному языку? Да. Вот ты мне подвери, пожалуйста, такого человека. Хорошо. По иностранному языку. Это может быть тоже девятиклассник. Угу. А может быть десятиклассник, у которого еще нет темы. Хорошо. Тогда у него и сразу будет вот такая тема, организация такой группы. А я его научу. Хорошо. Хорошо. Ну ладно, все, беги. Все, спасибо большое за разговор. Да, тебе это все. Все, до свидания. А, да, еще последнее домашнее задание. У нас с тобой должен быть определенный день, определенное время. Ага. Встреча с тобой. Ну, график, в общем. Да, вот я предлагаю, вот как сегодня, в следующей неделе опять встречаемся. Да, хорошо. Так, и еще последнее, это ввести дневник своей работы по проекту. Угу. Елена Васильевна спросит. У меня все ведут дневник. Хорошо. Да, это в гугле, он должен быть доступен. Каждый может его читать, понятно? Угу. Ну все, пока. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok